Дорогие братья и сестры, мы вас приветствуем и опять мы с программой ток-шоу. Значит, у нас тема, удивительная тема. Это молитва. Тема молитва. Значит, и почему я взял с собой вот эту команду, которая сейчас с нами, потому что это особые люди, которые вот понимают такие вопросы, как молитва. Значит, и вот первая сидит пастор из Канады и вот все остальные, которые приехали к нам в Украину, в Криворог. Значит, и с ней несколько человек приехали. И ее зовут Петти. Значит, потом я в себя по очередности записал, чтобы не попутать имена Бетти, значит, потом Дик и потом Шила. И в конце концов Вова. Значит, и в конце концов русские уже имена. Это Люба рядом со мной сидит. И если кто-то еще не знает меня, думаю, что уже вы знаете меня. Меня зовут Григорий Павлович. Я являюсь тоже епископом церквей прославления Украины. И у нас и в Армении церкви. Значит, и вот я хотел сказать, что вот эти люди, они что-то знают о молитве. И, наверное, я хотел бы посоветовать всем вам, вот, понять эту тему. Это очень важно. Вот как-то. Потому что молитва, это, можно сказать, ну, божественное какое-то влияние идет через молитву. Вот через молитву я могу встречаться, соединяться с небесами. И молитва, она очень много говорит. Вот, знаете, вот, особые люди, вот, среди христианства, допустим, адвентисты, они любят изучать Священное Писание. Они могут уделять внимание. Значит, баптисты, они любят петь. И все это знают, что они там красиво поют. И так дальше. Пятидесятники, они любят молиться. Значит, и для них молитва, это очень важно. И вы зададите вопрос о харизмате. И я хочу сказать, мы стараемся объединять все. И хотим петь, и хотим как-то все. Значит, вот Священное Писание, оно нам помогает, как бы сказать, разбираться в вопросах молитв. Вот, наверное, для многих сложный вопрос это говорение на иных языках. Ты говоришь на иных языках? Говоришь. А ну, заговори. Это не английский язык. Это по-русски? И не по-русски. Я слышал, что ты не по-русски. Значит, и знаешь, вот я тоже крещеный Духом Святым. И я хочу сказать, что вот есть такое выражение, как крещеный Духом Святым. А вот ты могла бы сказать, как у тебя произошло, когда ты стала уметь говорить на иных языках? Ты можешь сказать, что ты был бептизирован и когда ты начал, как, когда ты говорила в Тонзе? Мой первый раз, когда я был 17 лет, я думаю. Первый раз заговорила на языках, когда мне было примерно 17 лет. А мы с молодёжью уехали за город. Я была в молодёжке, а у них было слушание, они говорили, что они хотят молиться за молодёжь, чтобы молодёжь начала говорить на языках где-то, когда это произошло. И для тебя это было что-то новое? Это было новое переживание для меня, хотя я выросла в доме, где у меня отец был пасторем, я выросла в церкви, то есть я ощущала, что я очень долго ждала этого. Ты ждала? Тебе хотелось креститься, Бетти? Берри, вы ожидали, чтобы быть бептизирована с Господним Союзом? Я не ожидала, нет, это произошло, но я не ожидала. Я этого не ожидала, но оно так произошло. Как произошло? Мне было примерно 12 лет. И я была в церкви. И вышла она вперёд, чтобы за меня помолились. А кто-то подошёл ко мне сзади и просто начал молиться. Я почувствовала такое тепло, которое как будто бы стекало у меня с головы до ног. И начала говорить на языках. То есть ты почувствовала, что что-то в тебя особое случилось? Дик, я знаю то, что ты любишь молиться. Дик, я знаю, что ты любишь молиться. И ты молишься на иных языках? Ты молишься на иных языках и по-английски молишься. Значит, и что тебе в молитве? Тебе нужны иные языки в молитве? Конечно, нужно. Но что даю тебе в молитве и иные языки? Как ты молишься на иных языках? Иногда, когда я молюсь на английском или на своём родном языке, то я просто отвлекаюсь. А молиться на иных языках помогает не сконцентрироваться больше на Боге. Когда я говорю на иных языках, я как будто бы попадаю в совершенно другой мир. В смысле? Я имею в виду, что я прекращаю обращать внимание на вещи в этом мире, например, на людей, которые меня окружают, на предметы, которые находятся рядом. И когда я молюсь на языках, такое чувство, что я говорю прямо к Богу. Это так ценно, да? То есть, ты практически, даже ты находишься в какой-то ситуации, и тебя, когда ты молишься на иных языках, тебя просто убирается. Да, я думаю, такое бывало. Это чудо, да? Это чудо, да? Конечно, чудо. Наверное, вообще-то иные языки это чудо. Я думаю, что это чудо, это чудо, это чудо, это чудо. Вот я вспоминаю, когда я получил крещение Духом Святым. И почему-то мне казалось, что мне так трудно далось крещение Духом Святым. Я думал постоянно, переживал, как не потерять. Я думал, а вдруг я забуду. И потому я просыпался утром, думаю, так, есть это дар. И я сразу, Рам Маликикута, Рам Маликикута, Рам Маликикута, Аллилуйя. О, Аллилуйя. И это все равно. У меня точно так же так было. Может быть, я даже ходил несколько дней, не говоривая в языках или что-то. У меня было такое, что вот несколько дней не молился на языках, еще тогда, когда только крестился. И потом хожу, думаю, ой-ой-ой, я, наверное, забыл. На самом деле это не так. Я просто понял, что я слишком много делал, я слишком много был занят. А когда я останавливался просто, то тогда оно... Я понял, что оно никуда не уходило, оно просто дальше продолжало у меня. Шила. Значит, я так тебя уважаю, сестра. Вот ты выглядишь, как будто бы святая. Потому что ты выглядишь очень святой. Значит... Удивительно. И в целом для меня три вы. Вот все. Я о вас троих говорю. Знаете, вот в меня тоже в церкви есть такие люди, которые... В частности, я на Любу так смотрю. Я на Любу так смотрю. Значит, вот Шила... Если... Вот можно выучить языки? Шила, do you think somebody can learn how to speak in tongues? Нет. Ну тогда как это происходит? Ну тогда как это происходит? Это однозначно дар от Бога, который мы получаем через Духа Святого. Потому что это что-то, что происходит вне нашего понимания. В смысле? Ну объясни. Объясни, как это? В моем переживании это что-то, что разум не может сам придумать. То есть это должно исходить из сердца, из Духа, изнутри. Как это? Как это? Вот допустим, ты знаешь, что ты сейчас будешь говорить? For example, do you know that you will be speaking in tongues now? Yes. Знаю. Personally, yes. Лично я знаю, что могу. Внутри себе? Yes. То есть, но это все равно свежесть дается Духом Святым, да? Да? Да. Но вот сам момент, вот ты захотела креститься Духом Святым. Окей, for example, you wanted to get baptized with the Holy Spirit. Замолись, на иной хазах. Can you pray in tongues now? Yes. Давай. Start. Ну вот что-то ты интересно говоришь. Значит, ну как ты его открылась? Ты не знала, ты никогда так не говорила. И что-то случилось-то. It's not coming from me. I know it's not me. Я знаю, что это не я говорю, это не от меня исходит. А от кого? Who is it coming from? От Духа Святого. Как это? How? It's God's mystery. He performs it in me. Это что-то, что мы не можем понять. Это Бог делает внутри меня. Это как чудо, как тайна какая-то. Is it like a miracle, like a mystery? I think it's a mystery. Я думаю, это как тайна. И как ты получила крещение? And how were you baptized in the Holy Spirit? The day I was water baptized. В тот день, когда я получила водное крещение. My pastor said, you will go down into the tank. And when you come back up, you'll be speaking in tongues. Мой pastor мне сказал, когда после того, как ты поднимешься из воды, ты сможешь говорить на иных языках. Ты что? И что случилось? And what happened? And I did. И так и произошло. Ты просто стала говорить. And you just started speaking? He said, go ahead. Он мне сказал, начинай, говори. Аллилуйя, да? Знаешь, вот я вот в прошлом тысячелетии. You know, in the last millennium. Когда мне было 17 лет. When I was 17 years old. Я тоже. Значит, и когда вот 17 лет мне было. И собралась тоже молодежь для молитвы о крещении Духом Святой. И мы договорились молиться вот с постом. Значит, и я так хотел поститься. И я так на коленях стоял возле кровати. Я был с Библией. И кто-то положил семечки рядом. И кто-то положил семечки рядом. Значит, и я читаю. Смотрю семечки. И начал лзать семечки. И когда почти все полозал. Я вспомнил, что после. И я понял, что я не крещусь. Значит, но все-таки я пошел на крещение Духом Святым. Все были немножко старше меня возрастом. А я меньше был. И они так уже умели просто молиться. Вот я хотел бы коснуться этого вопроса немножко позже. Что надо уметь молиться и на свой язык. Значит, и они так ревностные. Они так молящиеся. Ну, а я как-то нагнулся, как грешник. Семечки эти. И я нагнул голову. Стою мы так, чем чужого. А Иван Данилович, мой пастор. Уже покойный. Он смотрел на меня. И я как кошеня виновный. И он хотел сказать. Давай. Ну, молись. Но в этот момент. Я как крикнул. Но уже на этих языках. Иван Данилович испугался. И мой пастор, в самом деле, он боялся. Я ж тихонько. А тут я как. Он отказал меня. Он отказал меня. Но буквально, я почувствовал, что я был поднятый на полметра. Наверно, Бог видел мой характер какой-то. И захотел по-настоящему меня красить. Чтоб запомнил. Чтоб ценим. И я стал так молиться. И я, можно так сказать, что я и не умел молиться. И как, по-моему, Бетти сказала, что я научилась молиться благодаря языкам. И я пробил тогда молитвы. И для меня это значило очень много. Но, наверное, чуть-чуть понятно, что такое иные языки, да? И как мы сказали, как можно сказать в одном слове, что это случается с человеком, когда он принимает пастор. Скажи. Как можно описать это в одном слове? Или в одном слове? Что-то, что происходит, когда человек получает. Одно слово, когда ты говоришь в языке? Нет. Вы можете описать, что ты говоришь в языке? Это когда Бог тебе показывает... Бог дает тебе Его язык, чтобы молиться. Говорение на языках, это когда Бог дает тебе свой язык, на котором ты можешь молиться. Молишься на Божьем языке. Ты что? Аллилуйя. Аллилуйя. Да. Так написано, помнишь, да? Говорит, никто не понимает тебя. В коммунистическое время, ребята, значит, если тебя там милиция взяли, значит, и они самое большее не любили пятидесятников. Потому что считалось, что пятидесятники, они не простые, они... Ревностные. Они настоящие какие-то. И потому, когда они ловили пятидесятников, и говорят, ты больной на голову. И он говорит, да нет, я нормальный. И он говорит, нет, я нормальный. Ну, ты крещеный Духом? Да. Ну, замолись. И тот начинает молиться на нем. А потом он спрашивает, ты понимаешь, что ты говоришь? Нет, не понимаю. Значит, шизофреник. Вывод какой. И тогда сажали, или там еще что-то штрафовали, что-то. Значит, я все-таки преследую еще чуть-чуть, хочу преследовать темы все-таки говорения на неких языках. Если помните в Деянии апостолов, там, когда Христос говорил ученикам Своим. В первой главе. Даже хорошо, когда мы зачитаем, но это будет вопрос к Любе. Значит, вот здесь пишется Деяния апостолов, если вы хотите открыть Писание, первая глава. И часичка, вот восьмого стиха. И здесь говорится, что, но вы примите силу. Можем сказать силу. Да, силу. И когда вы примите силу. Когда сойдет на вас Дух Святой. И как ты сказал, что какая-то сила сошла на меня. Что-то во мне вошло как-то. Что-то во мне вошло как-то. Что-то во мне вошло как-то. Это в тебя произошло. Сила. Да, конечно. Ну, я бы хотела чуть-чуть еще рассказать, как я крестила и допомид. Я бы тоже хотел бы рассказать, как я крестила и допомид. Я когда ходила в церковь в определенное время и смотрела, что все молятся на языках. Я возревновала. Я думала, Боже, как они молятся, но почему я не умею молиться? Я прислушивалась к людям, пыталась что-то повторить, но не получалось. Я долгое время ходила, но не могла молиться в моих языках. А потом в наш дом приехала одна сестра, родственница, моя девушка, и она помолилась за меня, я упала, и я почувствовала, что что-то у меня изменилось, но я как-то сказали, что вы взлетели, точно так же я, как будто поднялась в небо. Сначала ты упала? Да, сначала я упала. Подожди, ну как, просто та молилась, и с тобой что-то случилось, и ты упала. Ну я первый раз упала, я никогда не упала. Что ты упала? Не знаю. Почему ты упала? Потому что я не знаю, почему я упала, я не упала. То есть это уже, подожди, это уже началось в какой-то сверхъестественной детстве. Да, я поняла, что это происходит в сверхъестественной. Потому что до этого не было такое. И именно вот когда она помолилась, я упала, и я когда поднялась, я начала что-то говорить, непонятно с никому. Я продолжала молитву уже сама, и на иных языках. Ну и вот так произошло. Но тебя как сила подняла какая-то. Но сила, да. Вот именно я изменилась, вроде бы что-то во мне. Потом дальше я уже когда начала молиться, я уже молилась на иных языках, я еще поняла одну вещь, что молитву на иных языках, она обновляется. Не так часто. Что такое обновляется? Ну вот смотрите, когда я поняла, что когда вот есть такое время в нашей жизни, у всех бывает, когда мы до такой степени в таком тяжелом состоянии, что мы очень близко подходим к Богу, очень близко. У нас как бы нам тяжело, но в одно и то же время, да. То есть когда тебе тяжело, то ты стараешься молиться, да? Не то, что стараешься молиться, но ты когда вот молишься, и вот язык твой обновляет, ну что-то какие-то другие слова приходят. Вот ты сам не хочешь, как бы, чтоб те слова, но они сами. Ну это не сами, я понимаю, что это Бог. Но вот что-то происходит именно, что как вот сверхъестественное прикосновение с Духом Богом. То есть дальше сейчас, Люба, продолжишь? А вот я хотел бы, чтобы пастор сказал. Можно так сказать, что Бог помогает нам? Можно сказать, что Бог помогает нам? Да. Да. Нужно по конкретней вопросам. Значит, пастора послушали одну историю, и один из них сказал, наверное, Бог есть. Другой юмор, когда мама достала своего сына, и начала говорить ей, ты должен ходить в церковь, ты должен ходить в церковь. И она каждое воскресенье ему говорит. И это ему надоело. И сказал, мама, назови хоть одну-две причины, почему я должен. И мама говорит, ну, тебе сорок лет. А номер два, ты же пастор. Хорошо, если есть мама, да? Значит, я хотел бы действительно продолжить этот момент. Вот, допустим, вопрос какой. Ну, бывает, как Люба говорит, что бывает тяжелое время. И ты действительно не знаешь, кому пойти с этой бедой. То есть, можно ли надеяться на Бога, что твоя молитва будет услышана? Я думаю, что мы можем, я знаю, что мы можем. Но часто, я думаю, мы зацикливаемся на том, что мы думаем, что когда Бог услышит нашу молитву, Он ответит на нее так, как мы этого ожидаем. Когда я понимаю, что я расту в молитве, то я понимаю, что чем больше растут, тем больше я пытаюсь слушать Бога. А когда мне сложно, я прошу Бога работать во мне. Я приглашаю Бога в ситуацию, и я приглашаю Его делать то, что Он хочет делать. А когда я была моложе, то у меня просто был список нужд, за которые я молилась. Это тоже хорошо, но я понимаю, что больше отношений есть с Богом, когда мы молимся. Один мальчик захотел велосипед, и дедушка вместе с ним жил, и папа, мама жили вместе, и они все были христианами, и вся эта семья понимала, что надо знать молитву с роднего детства. И вся семья понимала, что надо учить ребенка, чтобы молиться, когда он ребенок. Вы считаете это правильно? Вы считаете, что это правильно или нет? Да, конечно. Допустим, как можно ребенок расти без молитвы? Не знают, что есть молитва. Как ребенок может расти, не понимая, что молитва есть? И вот мальчику сказали, если ты хочешь велосипед, проси Бога велосипед. И он в своей спальне так начал кричать. Боже, дай, дай, велосипед, дай! И он так шумел. И папа с мамой приходят и говорят, не надо так громко молиться. Бог слышит, даже когда ты тихо молишь. А мальчик сказал, я хотел бы, чтобы дедушка услышал, чтобы было на велосипеде. Какой умный мальчик. Значит, Люба, сила. Люба, сила. Сила. Значит, ты можешь так сказать, что ты, когда слабо, чувствуешь себя слабо, разрушенной, и тут приходит сила на тебя. Может ли так? Говори. Ну, вот, допустим, когда я бываю слабой, но я не привыкла много за себя молиться. Я уже редко молилась за себя. Но я часто плюсь на языках. Я же езжу в машину, там, по делам даже, вот у меня в голове молитва на языках. Сколько лет назад ты крысилась Духом? И до сих пор ты чувствуешь, что это так важно. Это очень важно, потому что, вот именно, даже если я не в двух мальчиков, даже бывает, что я ловлю себя на том, что я где-то в общественном месте, даже по какому-то делу, там, praying, you know, even, like, in a public place. Прaying just in my mind. И я понимаю, что это что-то происходит, это сила, вот, на что сила. Потому что, когда вот именно встречаешься даже с мирскими людьми, И вот я иду, вот, допустим, там, с директора магазина разговариваю. Скажи, я говорю с директором магазина, вчера или позавчера. По бизнесу. А в голове у меня, вот, молитва идет на языках, бизнес-related языках. Я о чем-то снизу начала разговаривать. Она мне говорит, Люба, вы ангел, а не женщина. То есть она не слышит ничего. А вот она, я в духе себе о голове молюсь, но мы там определенные дела решаем. Она говорит, вы ангел. И то есть, что это все положительно идет, что как-то, вот, это все влияет. То есть, можно так сказать, когда ты через молитву становишься близко к Богу. И через иные языки мы вот как-то с Богом соединяемся. И тогда Бог ближе в наших ситуациях. Да? Даже я понимаю, что не стоит ничего просить просто. А вот желание твоего сердца прямо исполняется. Вот буквально, конечно, просто. Бетти, давай сила. Сила. Говорим еще о силе. Для меня сила значит, что когда я говорю вот не только на языках. Когда я говорю с людьми где-то в общественных местах. Если я разговариваю с работниками, которые не верующие. Я знаю, что Дух Святой живет во мне и у меня есть власть. И у меня есть смелость. И несмотря на то, что я говорю с ними, как обычно. Но я верю, что вот в словах моих есть сила. Я хоть на пенсии сейчас, но я помню, что вот когда я работал, когда я в бизнесе был. Такая же идея. Я вот разговаривал с работниками. И такое чувство было, что у меня какая-то сила. И сила не в том, что я говорил, а в том, что я делал. Я знаю, что я приходил в группу, которая группа людей, она общается, разговаривает. И может где-то они нехорошие слова употребляли. А я приходил, и они останавливались. Или, например, тему меняли. Хотя я им ничего даже не говорил при этом. Просто вот они наблюдают за мной целый день. Но я тоже, как ты, вот сейчас вот как-то ты говоришь, и у меня приходят мысли, что у меня даже несколько раз было так, как я чувствовал, как тьма приходит на меня. Вот прямо как будто бы какая-то противоположная сила. Да, вот как будто бы как бес. Как сатана. Написано за ангелов тьмы. И я думаю, что даже верующие или неверующие это все переживают. Но на тот момент я был в силе Духа. То есть, перед этим я молился. Перед этим я вот как-то был с Библией. И у меня такая вот ревность. Ну почему сатана здесь? И я сказал, сатана, я связываю всякие замысли твои. И я повелеваю, отоди от меня. Послушайте, отошел. Послушайте, отошел. That's what it says in the Bible. Да-да. А вот насчет силы. Я думаю, это такая способность, которой нас наделяет Бог. И как Бетти говорил, это дает нам власть. Опять-таки, оно исходит не от нас, но от Бога через нас. Но есть все-таки человеческая сила. Допустим, но есть сила, небесная сила. То есть, твои есть возможности. Есть Божественная сила. Которую мы, как христиане, в целом, то Бог предлагает, давай. И мы, как христиане, мы, которые Бог дает нам все. Для этого Он все дает нам. Бог дает нам для этого причина. Да? Что вы думаете? Да, Он дает нам, потому что это почитает Его. Конечно, потому что это почитает Его. Бога почитает. Да, Бога почитает. То есть, вот пока мы говорили, я открыл интересное место Священного Писания, которое записано Иакова, 5-я глава. James 1, James 5. Да, мой любимый глава. Да? Really? Значит, Петти сегодня ты хорошо проповедовал. Петти притчала хорошую сермон сегодня. И вот тема была, такая интересная тема служения, проявление любви. И вот это, если любовь человеческая, зачастую это эгоистическое, вот как-то выгоду хочешь иметь. Вот как-то сближайся с человеком, а ты говорила о чем-то божественном. То есть, мне сегодня плакать хотелось, когда я узнал, что семья разошлась. И они разошлись, и не воспользовались божественным ресурсом. То есть, если бы они могли просто делать, как ты сегодня проповедовал. Ну, это просто, как ты и говорила, это так просто. А, но есть доступно, другим словом сказать. Значит, то есть, ты можешь помолиться Богу, чтобы Бог дал тебе любовь. Когда ты чувствуешь, что ты восстаешь против мужа. И Господь может дать нам ответить. Вот смотрите, написано здесь в 17 стихе, если вы слушаете, пожалуйста, вот послушайте. И откройте местописание. И здесь написано в 17 стихе, что Илья был человек, подобный нам. Послушайте, вот нам. Он не был ангелом. Он не был каким-то особым, потому что это библейский какой-то герой. Нет, он просто жил, хотя и библейский герой. Значит, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. Я так думаю, что это было что-то особое время в Ильи. Почему он помолился, чтобы не было дождя 3 года, 6 месяцев. Это что-то особое. Это где-то безбожье вокруг. Жестокие люди против друг друга. Значит, и смотрите дальше, чтобы не было дождя. И не было дождя. То есть молитва услышана. Можем сказать, молитва услышана. 3 года и 6 месяцев. И смотрите, плохо было бы, если бы только был 17 стих. Но хорошо, что есть 18 стих. Правда, да? Вот смотрите, и дальше и опять помолился. И не было дождя, и земля произрастила пузырь. У вас бывает так? Я никогда не молилась, чтобы не было дождя или был дождь. Как ребенок, когда ребенком была, молилась несколько раз, чтобы не было дождя, потому что зонт не могла найти свой. Но Бог не ответил мне почему-то. Но я думаю, что здесь также говорится о том, что нужно молиться и нужно, Бог отвечает по своей воле. То есть Илья не просто попросил, потому что ему захотелось. Но это была Божья воля. Я думаю, так же, если бы я, например, прямо сейчас захотел и помолился бы об этом, этого бы не произошло. Но Илья, как Ной в Библии, он шел вместе с Богом. И он рос в своей силе, он рос в молитве. И у него было это общение с Богом, то общение, в котором он нуждался. И когда пришло время к этому времени, то Бог ему ответил. Видишь, наверное, часто случается, когда ты за что-то переживаешь. Значит, например, муж не пришел вовремя с работой. Или там еще какая-то причина, по которой ты переживаешь. И одна женщина рассказала мне, когда сына не было долгое время, и она всю ночь заглядала в одно окно, второе окно, третье, и опять ходила, и опять ходила. Значит, и когда я повстречался с ней, и я сказал, зачем ты к окнам ходил? Неужели это поможет? Значит, и в меня тоже была сложная ситуация. И вот Саша, это самое, тоже так не пришел ночью домой. И я решил молиться. Я не решил не ходить по окнам смотреть. Значит, я Галочке говорю, идите спейте с детьми, и там я помолился. И я решил всю ночь молиться. Она говорит, давай я с тобой буду молиться. Ну, ложи детей, давай вместе молиться. Мы еще не помолились, а полчаса. Бог мне говорит. Не надо молиться. Услышана твоя молитва. И я сейчас наблюдаю за твоим сыном. Это для меня было много. И когда это И я видел, когда Он пришел, и оказывается, что Он побездной дороги. Всю ночь ходил и молился. Это был Божий ответ. То есть, можно уже закругляя вот эту тему, хотя мы практически еще ничего не сказали. А уже время закончилось. Значит, но есть у нас очень мало времени, как бы... Что можно было бы посоветовать для братьев и сестер, которые сейчас нас смотрят? И что можно было бы посоветовать? Пожалуйста, мамочка, пожалуйста, бизнесмен, мамочка, вот как-то... Я бы посоветовала, чтобы непрестанно мы молились, потому что без молитвы не может быть ни успеха в доме, ни в семье, ни в бизнесе. Я вижу, что именно молитва, она происходит, и чудеса, и оценивающие мы всегда получаем. И когда мы молимся за других людей, они вдохновляются, и они тоже принимают это, и поэтому давайте молиться. То есть молитесь, 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 во всякое время молитесь. Один ученый, который исследовал молитву, и через исследование о молитве, так он и не поверил в Бога. Но сделал он вывод, что если даже Бога нет, все равно стоит молиться. То есть, что это значит? Наверно, человек никогда не может расслабиться. Только так, когда он молится, расслабляется. Но только когда он молится. То есть, и он это понял. Он, этот ученый, вот это понял. Человек чаще всего нету в него возможности, чтобы довериться кому-то, чему-то. Пожалуйста. Я бы сказал, молитесь и верьте с верой. Нужно иметь веру в то, что Бог больше, и Бог может ответить на вашу молитву. Аллилуйя. Потому что Бог нас любит, Он нам дает самое лучшее. Когда я сидел тут, я не знаю, это попадает в правильный контекст или нет. Но это меня впечатлило. Что бывает, мы находимся в такой ситуации в жизни. Когда мы пробуем одно, пробуем второе, третье пробуем. А вот последнее, что мы делаем, последнее, что мы пробуем, это пробуем молитву. Но на самом деле все должно быть наоборот. Молитва должна быть на первом месте. Да, да. Я хотела бы ободрить людей никогда не сдаваться. Например, если вы молитесь за спасение родных. Или за семью. Например, моя мама. Она молилась за меня. И примерно сорок лет я не служила Богу. И она ни одного дня не переставала за меня молить. И она сегодня еще жива. И она видит и знает, что я служу Господу. То есть, и ты живешь маминой молитвой. Да? Значит, тебе нужно иметь последнее слово к народу. Значит, и надо будет помолиться. Я хотел бы что-то еще сказать. Значит, юмор у меня есть. О молитве. О молитве. О молитве. Значит, в селе кто-то воровал что-то. И следователи искали и ничего не поняли. И решили пригласить батюшку православного. Чтобы он помог разобраться. Как духовное слово. Как духовное слово. Значит, и этот батюшка собрал все село. И предложил им всем молиться молитву о чем-то. И все начали молиться вместе молитву о чем-то. И потом он спрашивает. Народ, вы все молитесь? И все крикнули. Да, батюшка, мы все молимся. И он тогда говорит. И вор молишься? И он говорит. И он говорит. Да. Это один способ, как Бог отвечает на молитву. Значит, я бы так сказал, братья и сестры. И возможно, ты не считаешь себя верующим человеком. Но советую тебе. Если ты действительно заинтересовался этой темой посредством док-шоу этого. И я бы тебе советовал бы вникнуть в эту тему. Практикуй. И первый источник этой темы, конечно, Библия. Да. То есть, если ты будешь читать особенно Новый Завет, ты станешь больше понимать о молитве. И молитва станет для тебя как решением многих вопросов. Бог помогает. И Бог помогает посредством молитвы. И, конечно, как сказали уже, молитва веры. Пожалуйста, пастор, что ты пожелаешь? Сказала бы две вещи. Если вы только покаялись, и вы не знаете, как молиться. И вы слышите, как мы все говорим о том, что есть сила в молитве. А вы говорите, а я не знаю, как мне молиться. Я думаю, что есть причина, почему молитву называют духовным упражнением. Потому что это что-то, в чем мы упражняемся. Есть две вещи, которые я делала, которые мне помогали расти в молитве. Первая. Это благодарить Бога. Когда я молюсь, я благодарю Бога за то, что Он делал. Я благодарю Его за то, кто Он есть. Потому что, когда вы так делаете, то ваша вера начинает расти. И в вашем разуме вы садите Бога на престол, там, где Он и должен находиться. И это помогает вам выйти в молитвенное состояние. Вторая вещь, которая очень важна, как вы сказали, пастор. Это использовать Писание. Я постоянно молюсь Писание. Я читаю Писание, учусь от этого. И я вот молюсь, основываясь на это Писание. Я беру молитвы из Писания, и я дальше строю на этом. Это очень помогает нам. Потому что, когда у нас Бог на правильном месте, на престоле, когда мы находимся на правильном месте, мы будем молиться правильно, мы будем молиться силой и расти в этом. Писание. 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 Я молюсь во имя Иисуса, чтобы ты забрал всякий страх, Боже. Боже, чтобы люди не боялись, что у них не получится, или они сделали это неправильно. И, Боже, чтобы ты просто дал им своего Духа Святого. Чтобы они просто могли начать. Начали говорить с Богом. Начали молиться. Я молюсь, чтобы ты показывал им истину в своем Писании, которая научит их молиться. Молиться о ситуациях, в которых они находятся. Я молюсь, чтобы ты показывал, Господи, как ты работаешь, чтобы они знали, как молиться. И, Боже, я молюсь, чтобы ты каждый раз брал нас глубже в молитв. Погружал нас глубже и глубже и учил нас, как молиться. Боже, научил нас сначала молиться, прежде чем переживать. Боже, молиться о маленьких вещах, о больших ситуациях, о бизнесе. Боже, сделай так, чтобы молитва стала естественным, чем-то естественным в нашей жизни. Аллилуйя. Боже, помоги нам это делать. И, Боже, мы просим тебя учить нас. Мы приглашаем тебя, Дух Святой, во имя Иисуса. Аминь. Я знаю, что ты благословен Богом. Бог любит тебя. Я знаю, что Он хочет стать ближе к тебе посредством твоей молитвы. И потому будь с Богом все время. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. 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 Продолжение следует...